Перед тем, как я начну, хотел продемонстрировать вам одну группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании, называется она «Повернутая на войне». Сегодня уже никого не удивишь картинками, видеозаписями, смест событий из различных горячих точек, в том числе и из Сирии, конечно же, и в этой группе все это есть. Здесь фактически постятся оперативные сводки, потому что происходит в Сирии. Потому что люди работают, мониторят твиттеры различные, откуда поступает оперативная информация сегодня. Ну, таковы реалии. Помимо этого, в этой группе можно также и прочитать интересные статьи довольно. Вот, допустим, вышла недавно статья по БТРам. Такая аналитическая статья, где рассказывается о истории БТРов. Вполне грамотно все написано, емко одновременно и по делу. Так что рекомендую эту группу. Переходите, подписывайтесь первым пяти подписавшимся. Кто напишет в комментариях под крайним постом в группе «Дайте мне поляры F22 Raptor», узнаете угловую скорость виража F22 Raptor. Так что заходите, подписывайтесь, не упустите свой шанс прикоснуться к гостайне. А начнем мы вот с такой вот книжки интересной. Всем, кстати, рекомендую прочитать. Сюжет замечательный, просто персонажи раскрыты. И самое главное, сюжет непредсказуемый. Но, тем не менее, будет небольшой спойлер. Мы с вами сразу перейдем к самой интересной части этой книги. Нас интересует конкретно F4E Performance Data. Вот эти вот конкретно поляры, установившиеся виражи и угловые скорости разворота. Нас здесь интересует вот эта вот конкретно строчка. Вот я даже увеличу, чтобы было лучше видно. Вот здесь у нас написано структурный лимит. И вот здесь лоад-фактор, перегрузка. 7,5 единиц. Структурный лимит, это значит, что планер этого самолета может выдержать перегрузку в 7,5 единиц. Конкретно максимальную перегрузку на вираже воспринимает на себя непосредственно те части планера, которые обладают наибольшими несущими свойствами. Это, конечно же, крылья, стабилизаторы, безусловно. Но, что касается прочностных характеристик, речь идет, конечно же, о том месте, куда крепятся крылья. Прежде всего, прочностных характеристиках самого крыла и конкретно центроплана. Это начнет разрушаться в первую очередь. Это, конечно, не значит, что при 7,5 единицах самолет начнет разрушаться. Это лишь говорит о том, что при преодолении рубежа в 7,5 единиц, перегрузке в 8 и так далее, начинаются уже необратимые изменения в структурных элементах планера. И после этого его уже эксплуатировать будет нельзя. Практическая аэродинамика самолета Ту-154М. И вот такой вот раздел, глава 9, характеристики прочности самолета Ту-154М и особенности полета в неспокойной атмосфере. Нас это особо сильно не интересует. Все же здесь написано, интересует только одна строчка. Вот это вот максимальная эксплуатационная перегрузка по условиям прочности составляет 2,5 единицы. К чему я это все говорю? Говорю я это к тому, что самолет Ту-4Е, в прямом смысле слова, прочнее, чем самолет Ту-154, чем любой другой гражданский авиалайнер, приблизительно, да скорее всего не приблизительно, а точно ровно в три раза. Это значит, что он может выдерживать в три раза большую перегрузку и при этом не разрушаться. То есть он намного прочнее. Я думаю это абсолютно очевидно, а объяснить как-то это проще, по-другому, наверное, и нельзя. Переходим к следующей видеозаписи. Вот как она называется, можете погуглить, сами посмотреть. На скорости 500 миль в час самолет Ту-4 столкнется с непреодолимой преградой. Конкретно здесь не написано, из какого Ту-4 этот самолет переделан для этого теста. Какой Ту-4, правильно сказать, используется для этого теста. Но судя по вот этому кадру, у него вроде нерегулируемые предкрылки. Хотя здесь на самом деле не видно, так уж сложно сказать. Неважно. Давайте посмотрим, что произойдет на скорости 800 км в час при столкновении с непреодолимой преградой. Вот у нас планер разгоняется по рельсам и происходит столкновение. Замедленная съемка. Обратите внимание, как планер исчезает в стене. И только лишь крыло, консоль крыла продолжает свое движение по инерции. Вот очень хороший ракурс. Ф-4 исчезает в стене, словно Дэвид Копперфилд. И самое-то интересное. Да, нерегулируемый предкрылок. Но это неважно. Прочностные характеристики одинаковые. Модификация F-4, насколько я знаю. Вот тоже хороший кадр. Нас-то интересует самое важное. Сейчас мы посмотрим, что осталось от столь прочного планера боевого самолета. Вот здесь можно хорошо видеть, как крыло, часть крыла продолжает двигаться по своей траектории изначально. И вот, собственно говоря, то, что нас интересует. Обратите внимание на фрагментацию элементов конструкции планера. Ни двигателей, ни хвоста, ни стабилизаторов, ни центроплана. Нет абсолютно ничего. После такого удара. Вот, обратите внимание на степень фрагментации элементов конструкции планера. Вообще невозможно понять, что есть что. Просто в труху. Ну, очевидно, что это очередная постановка. Тут как бы все понятно. Хвоста нет, стабилизаторов нет. Но это небольшой спойлер, конечно. Я уже начинаю спойлерить. Давайте посмотрим другое видео. И где абсолютно другие скорости соударения. Дистанционно управляемый Boeing 727. Обратите внимание. Ну, учитывая, что он летит с механизацией, выпущенной. И шасси. Ну, скорость у него меньше 300 км в час. В районе 260-270 км в час. Давайте посмотрим, каким образом разрушается планер. При таких скоростях соударения. И учитывая, что этот планер рассчитан на 3 раза меньшие перегрузки. Я не думаю, что этот самолет намного прочнее, чем Ту-154. Приблизительно там до 3 единиц рассчитаны все гражданские авиалайнеры. И на таких перегрузках в любом случае они не летают. Давайте посмотрим, как разрушается планер при таком ударе. Типичная картина. Первый воспринимает на себя удар. Носовая часть фюзеляжа, учитывая тангаж, с которым проходило снижение. Вот, обратите внимание. То есть, с каким тангажом. Передняя стойка касается поверхности. Задние еще не коснулись. Основные стойки не коснулись. И, естественно, разрушение сносовой части. Все остальное остается целым. То есть, наглядная демонстрация того, что происходит при разных скоростях соударения с планером самолета. То есть, 800 км в час. Ну и там порядка 10 метров в секунду с 727-м Боингом. Он аккуратно раскалывается в самых слабых местах. Назовем это так. Ну, зависит все от того, конечно, каков был характер столкновения с поверхностью. Но здесь мы можем прекрасно видеть, что из себя представляет фрагментация на скорости 800 км в час. Сейчас перейдем к следующему понятию. Понятию взрыва и понятию вообще взрывчатых веществ. Вкратце, это, конечно, вся теория горения, теория взрыва. Просто не получится все это рассказать сразу. Скажу лишь о основных вещах, о которых многие конспирологи, оказывается, не знают, потому что не в состоянии различать взрывчатые и горючие вещества. Во-первых, начнем с того, что из себя вообще представляет взрыв и что это вообще за понятие с точки зрения физики. Назовем это так, упрощенно. Взрыв это превращение вещества, которое сопровождается выделением тепла и образованием большого количества газа, которое расширяется. И, соответственно, при этом он способен выполнять механическую работу. Поэтому с точки зрения такого понятия, взрыв можно разделить на взрыв физический, взрыв химический и взрыв еще ядерный, допустим. Но об этом мы говорить не будем. Физическим взрывом принято иногда называть, допустим, все вы, наверное, слышали о таком, как взрыв парового котла. Что это из себя представляет? Несмотря на то, что там ни взрывчатых, ни горючих веществ нет, допустим. Но если речь идет о классическом котле, где пар получают с помощью воды, то котлы могут взрываться. И часто говорят, взрыв парового котла. Взрыв котла в таком случае происходит из-за мгновенного превращения воды в пар при сильном перегреве, допустим. В таком случае тепловая энергия вызывает мгновенное изменение физического состояния вещества. То есть переход из жидкого состояния в газообразное. Увеличение количества пара, увеличение давления может совершить, естественно, работу с оболочкой, внутри которой этот пар находится, и разорвать ее, допустим, в самом тонком месте, назовем это так. Можно ли это назвать взрывом? Ну, отчасти это можно назвать взрывом. Но по большому счету, все-таки я бы не стал это называть взрывом. Потому что взрывом принято чаще называть именно так называемый химический взрыв, который представляет из себя чрезвычайно быструю реакцию, самораспространяющуюся, то есть химическую реакцию, исходной энергией которой является энергия внутримолекулярных связей вещества. В свою очередь, такую химическую реакцию, которая сопровождается взрывом, принято называть взрывчатым превращением. И тут мы сталкиваемся с самым интересным. То есть вы, наверное, часто опять же слышали, что вот взорвался бензин, цистерна с керосином, например, взорвалась. Можно ли назвать это взрывом? С этой точки зрения это можно назвать взрывом. Но есть одна большая разница между веществами горючими и между веществами взрывчатыми. И, как правило, то, что происходит с веществами взрывчатыми, в большинстве случаев и называют взрывом. А то, что происходит с веществами горючими в процессе превращения, с выделением тепла и образованием большого количества сжатых газов, которые могут совершать работу, называют горением. Понимаете? То есть здесь вообще элементарно можно запутаться в понятиях. Поэтому для того, чтобы в этих понятиях не путаться, так вот, горючие вещества и их горение называются дефлаграцией. Не путать с дефлорацией. Это принципиально разные вещи. А взрывчатые вещества детонационно горят, то есть детонируют. Дефлаграция – это процесс горения, то есть процесс распространения реакции в веществе с дозвуковой скоростью. Это принципиально важно. А детонация – это распространение реакции в веществе со скоростью, которая превышает звук. Причем она может превышать звук во много раз. Что касается принципиальной разницы между детонацией и дефлаграцией, то она состоит в том, что быстрое горение, дефлаграция, представляет собой послойное тепловое распространение взрывчатого превращения, то есть взрывчатые реакции, горение, если говорить упрощенно. То есть передача тепла при быстром горении происходит от одного слоя к другому за счет теплопроводности этого вещества и излучения тепла, допустим, газообразными продуктами горения, что в принципе происходит при горении керосина того же самого и горении бензина. Это очень важно. Детонации, в свою очередь, называют распространение того же самого превращения и реакции под действием ударной волны, скорость которой выше скорости звука, постоянной и максимальной для каждого данного взрывчатого вещества. И что касается самого главного различия между горючим веществом и взрывчатым веществом, горючее вещество реагирует только с участием окислителя, который ему приносит, скажем так, и ему дают. Это либо может быть атмосферный кислород, который содержится в атмосфере, либо дополнительно при специальных условиях поставляемый туда кислород. Допустим, что касается горения керосина в камере сгорания турбореактивного двигателя. То есть, горючее вещество само по себе без окислителя гореть не может. Ему всегда нужно помогать гореть. В свою очередь, взрывчатые вещества могут гореть, допустим, что касается бризантных взрывчатых веществ, без участия стороннего окислителя, конкретно кислорода. Потому что окислитель у них для горения есть при себе всегда. Я упомянул такое понятие, как бризантность. И что такое вообще бризантные взрывчатые вещества? Взрывчатые вещества из-за скорости детонации, то есть, из-за скорости распространения взрывчатого превращения, под действием ударной волны, которая быстрее скорости звука, сгорают с такой скоростью, что газы даже не успевают до конца расширяться, которые при этом образуются в результате такой реакции. А мы с вами знаем, что в таком случае они обладают очень большим давлением, скажем, которое и характеризует такую способность взрывчатого вещества, как бризантность, то есть, дробящее действие. Бризантные взрывчатые вещества – это тротил, гексоген, тен, октоген и так далее. Октоген, кстати, еще используется, как и компонент твердого ракетного топлива, потому что бризантные взрывчатые вещества могут не только детонировать, но и просто гореть. Далее, значит, что касается горючих веществ, таких как керосин в частности. Все вы прекрасно знаете, что скорость сгорания конкретно керосина, да и неважно керосина, это относится даже к таким горючим веществам, как тот же самый уголь, зависит от того, это элементарные вещи вообще из теории горения, зависит от того, какова площадь соприкосновения этого вещества в целом с окислителем. Поэтому все мы прекрасно знаем, что в камерах сгорания этот принцип используется повсеместно. Там горит керосин не так, когда он капает тонкой струйкой или течет, а когда он распыляется в виде аэрозоли, в виде мелкодисперсной смеси с окислителем, то есть атмосферным кислородом. То есть, если вы распыляете керосин, он горит гораздо быстрее. В любом случае, скорость его горения, она там исчисляется в метрах в секунду, ну, может быть, в десятках метров в секунду, если его распылить и взвесить. А говорю это к тому, что многие конспирологи, оказывается, не подозревают, что керосин является веществом горючим, и он не способен, в принципе, разрушать какие-либо предметы вообще, не говоря уже о силовых элементах конструкции планера, потому что он фактически не обладает никаким брезантным действием, ввиду того, что он является веществом горючим. Вот здесь вы можете видеть, как загорается керосин, и при этом, когда он горит, ничего в стороны не разлетается от того, что он горит. То есть, не улетает в сторону ни крыло, не разрушается от этого планер и так далее. Можете посмотреть вот здесь моменты конкретно, как горит большое количество керосина, и при этом он просто горит, ничего в стороны не разлетается, крыло не отлетает, хвост, хвостовое оперение самолета никуда не улетает от этого. потому что керосин не обладает никаким брезантным действием керосин абсолютно не способен при горении разрушать самолет также есть другой еще эксперимент но здесь показывают как расположен керосин крылья непосредственно и что происходит при столкновении как возгорается керосин разрушение происходит только из-за нерасчетного воздействия на планер самолета из керосин сам по себе ничего не разрушает начнем мы с вот такого вот эксперта называется будильник кому не все равно нереально ценная информация посыл естественно состоит в том что никакого авиационного происшествия не было все это постановка люди естественно но я не знаю не объясняет куда они делись но в общем люди пропали как он говорит этот гражданин можете оценить пока по его внешности психическое его состояние но хотя на самом деле не всегда так диагностируется психические заболевания тем не менее можете пока свое представление уже начинать формировать но вот можем посмотреть комментарии уважаю вели превосходное критическое мышление вот это да уважение поддерживаю все сказано включайте мозг ну просто восторженный комментарии 635 лайков 33000 просмотров тут 34000 тут 5000 тут 55000 тут то есть больше сотки человек дропнул просмотров на всем на этом вероятно он говорит какую-то очень ценную информацию которую от нас скрывают сми и государства нужно посмотреть давайте включим мозг людям о том что алкоголь вредит для некоторых не очевидно что алкоголь вредит как я догадался об этом без тебя просто невероятно спасибо за информацию продолжим про постановки это вообще вопрос сложные большинство жителей россии вообще не слышали что могут постановочный тирак так продолжай начнем ну главную тему как бы стрима с того что я вам просто сейчас без эмоций покажу некоторые картинки с крушений давай это не гарантия что все фотографии подлинные с пони же конечно ну давайте их просто вот с маленькими комментариями моим посмотрим давай братиш это просто вот перед переходя к теме вчерашнего события замечательно давай так вставай вот наводить иркутскую трагедию тоже самолет развалился пекин иркутск пермь под иркутском там упал самолет слышали да под иркутском упал самолетик смотрим что здесь написано я понимаю что может быть мой опыт в конспирологии и раскрытие таких постановок он еще слишком мал но смотря на монитор даже на видео то я почему-то могу здесь прочитать что причина это превышение взлетной массы что предопределила невозможность отрыва от вбп это говорит о том что самолет ниоткуда не падал он просто выкатился и столкнулся с препятствиями за вбп и естественно разрушился вот такая вот фрагментация элементов конструкции планера ничего удивительного себя не представляет самолет потому что ниоткуда не падал но конспиролога естественно самолетик уже упал под иркутском это интересно давайте посмотрим дальше аргументация какая пекин иркутск пермь под иркутском там упал самолет он не падал он выкатился за пределы п.п. здесь вот окей а так значит что касается вот этого авиационного происшествия тяжелого катастрофы она всем известная найти есть давно реконструкция причем там из кабины из внешних видов на ту 154 как вот здесь написано упал из-за несогласованных действий экипажа но наверное это можно так сказать хотя это слишком расплывчатая формулировка мы сейчас не будем на каждое авиационное происшествие это разбирать потому что ли это нужно делать отдельное видео я буду лишь говорить о характере о характере столкновения земли в данном случае скорость была меньше 400 километров в час неправильные действия экипажа пилотирующего конкретно привели к сваливанию самолета на выходу на за критические углы атаки с высоты приблизительно 800 метров и скоростью то меньше 400 он свалился на крыло и столкнулся с землей то есть никакого пикирования на большой скорости порядка 800 километров в час здесь не было поэтому нет ничего удивительного в том что часть конструкции планера осталось целой нет ничего удивительного в том что на таких скоростях со ударения остается целыми такие элементы конструкции планера как хвостовое оперение который в последнюю очередь в последнюю очередь встречаются с землей это абсолютно логично я думаю понятно почему объяснять это не нужно здесь вот такие обломки тут так это всем известная общая фотография все новостные ленты она облетела в 2006 году но здесь в принципе написано опять же но если ты конспиролог это можно не читать после посадки за ошибочных действий экипажа на скорости около 175 километров в час а 310 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы то есть понимаете он ниоткуда не падал он уже ехал и он выкатился столкнулся с препятствиями разрушился и загорелся но послушаем что горит эксперт другой самолет упал упал понимаете я не знаю откуда упал этот самолет но у меня начинают появляться подозрения что приблизительно возрасте 3-4 лет ты мог откуда-то упасть потому что мать за тобой не уследила это под тюменью самолет упал так что касается авиакатастроф под тюменью это 2012 год это р-72 все прекрасно помнят вообще в истории российской авиации скажем так мне два случая приходят в голову по поводу катастроф в результате обледенения это артем боровик на як-40 да это было по 99 год или 2001 я уже забыл и аналогичное авиационное происшествие аналогичным по причинам это атр-72 в 2012 году об этом я чуть дальше поговорю подробнее когда мы будем другого эксперта разбирать что касается этого авиационного происшествия все написано давно отчет мака лежит доступен для скачивания любому там все абсолютно расписано и данные параметрического самописца в полутора километрах от впп самолет столкнулся с землей потому что свалился на крыло опять же это было связано с обледенением факт остается фактом там скорость порядка наверно 230 километров час была и высота такая на который еще даже не было убрана механизация то есть там никакой большой скорости вообще просто никак вообще не могло быть при столкновении с землей не говоря уже о том что атр-72 на таких воздушных скоростях на которых может летать ан-148 на которые рассчитанного плане в принципе не может перемещаться поэтому ничего удивительного в том что здесь остался хвост целом и другие части планера я опять же не вижу абсолютно живут зимние условия сравните сравнил то что все очищали но я сравнил до пикирования не было на большой скорости земле не сталкивался самолетный сравнил кстати заметьте очень тяжело конспирологу великому установить отблок на браузер насколько я вижу тяжело очень сложно тут тоже тюмень тут норильский самолет то тоже вот сгоревший самолет я не буду комментировать каждый из этих случаев потому что вот здесь вот причиной трагедии стал спор между командиром самолета остальными членами экипажа это когда на посадке он сказал что посадит самолет полностью вслепую закрыл шторкой себе визуальный обзор и до контакта с впп вел самолет по приборам при этом превысил элементарную ошибку совершил превысил вертикальную скорость там порядка 8 метров в секунду и ударился об впп картина авиационного происшествия она была аналогична той здесь абсолютно в этом случае 1027 боинг в пустыне дистанционно управляемый столкнулся с поверхностью земли на скорости там порядка 8-10 метров в секунду и разрушился ничего абсолютно удивительного нет в том что остались части конструкции планера но естественно осел который открывает вселенские тайны не в состоянии прочитать что написано на мониторе вы уже думаю заметили здесь вот такие обломки другое другая здесь написано что произошло насколько я помню это во время посадки они приземлились мимо полосы в сложных метеоусловиях там динамически менялась погода и в момент по моему посадки она ухудшилась меньше чем метео минимум был по моему даже для данного типа воздушного судна уже точно не помню сама по себе картина авиационного происшествия мало чем отличается от вышеописанных с точки зрения столкновения конкретно планера с поверхностью земли на скоростях посадочных там порядка около 300 километров в час если это 103 4 там 270 где-то так там все зависит конечно от посадочной массы но приблизительно это где-то диапазон до 300 километров в час у него посадочная скорость и здесь непосредственно стал разрушаться тут даже написано одно из крыльев самолета коснулась деревья вследствие чего началось падение столкновение с нежилыми постройками то есть ни на каком пикировании со скоростью 700 800 там километров в час самолет не сталкивался с поверхностью земли он стал разрушаться постепенно планер самолета после того как на маленькой достаточно скорости и с такими углами он стал просто-напросто сталкиваться с предметами на земле начиная от каких-то деревьев и заканчивая построек он не втыкался в землю естественно фрагментации планера здесь быть не могло просто в принципе вообще никак но читать мы конечно же не будем что здесь написано просто для таких ослов написали даже вкратце что произошло но он не читал вот в иваново туда в давние авиакатастрофа 90-х годов по моему 92 году если не ошибаюсь там написано в ком году это было осел тут еще какая-то авиакатастрофа этого сам это давние кадры это вот вид сверху так трагедия по моему 70-х годов трагедия по моему 70-х годов вот здесь написано когда это произошло 11 октября 84 года но понятное дело что читать не нужно что написано если ты раскрываешь вселенский заговор правительство против граждан которые делают постановочные авиационные происшествия и раскидывают почему-то мелкие фрагментированные части планера хотя распилить планер на большие части труда вообще никого не составляет это даже легче понимаете если бы я имитировал авиационные происшествия то я бы посмотрел на эти все фотографии до того как он бы записал вот это вот видео и распилил бы самолет на большие части разрушил или взорвал его например допустим и раскидал бы крупные части но это очень тяжело догадаться об этом конечно поэтому пришлось измельчать через блендер самолет через дуршлаг процедили просто в месте падения для того чтобы конспирологи могли раскрыть этот заговор но помимо того что конспирологи не в состоянии понять таких элементарных вещей они еще не могут как мы уже заметили с вами за все то время пока мы рассматриваем этого эксперта не состоянии прочитать что написано что касается омская катастроф это самое известное авиационное тяжелое происшествие в истории ссср наверно наравне с падением сашилона 154 под учку дуком естественно не читал он что произошло хотя здесь все расписано насколько я помню а я прекрасная эту авиационную катастрофу помню это вообще знаменитая авиационная катастрофа по количеству жертв она топ-1 она произошла на земле по ошибке персонала аэропорта в целом которые не проконтролировали сход с впп аэродромной техники самолет столкнулся уже после посадки с аэродромной техникой разрушился и загорелся он ниоткуда никуда не падал авиационное происшествие произошло уже на земле на земле после посадки понимаете вот это здесь все написано но конечно если ты конспиролог великий очень сложно это прочитать по 154 разбился вот мы видим как сверху так что же тут больше срыв покров я чувствую все-таки железно-бетонная работа не так вот это же древние так это древний да вот особенно 7 сентября 2011 года 42 434 это як сервис ярославский локомотив на взлете никуда не успели улететь мы сейчас не будем разбирать это авиационное происшествие тем более раньше делал видео по нему все прекрасно знают что там на скорости 220-130 сразу же после отрыва который произошел достаточно поздно по ряду определенных причин самолет стал сталкиваться первым делом он зацепил там ближний ближний привод потом начал цеплять там все остальное что есть разрушаться по ходу и в итоге там приземлился в речку по частям поэтому ни с какой высоты естественно не падал с большой скоростью то есть это понятно да что касается значит 90 год сели раньше в пп нарушили все что можно при посадке и вы видите что характер разрушения планера в принципе очень похож на то что происходило опять же с боингом 727 на видео понятно да что в каком положении самолет столкнулся с землей опять же все это произошло на посадке там на скоростях порядка 240 км в час на которых як-42 заходит на посадку и никаких там падений с большой высоты не было абсолютно то есть если человек думает что самолет со скоростью 800 километров в час должен вырезаться в поверхность земли и выглядеть вот так то к сожалению это диагноз но на самом деле давайте же разбившись и самолетов вывод послушаем яска мы видим на всех как бы таких кадров видны какие-то крупные части согласен с тобой здесь не поспоришь видны крупные части осталось только прочитать что произошло с этими самолетами но это очень сложно для тебя сейчас я обратно свое лицо поставлю давай поставь свое лицо а теперь что вот что как бы меня смущает так ну и все в общем дальше 55 минут в этом видео еще в трех других видео данный пациент будет рассказывать о том что это все постановка при этом не объясняя почему как бы постановщики не смогли нарезать на крупные части планер самолета это очень сложно ну может они блендер не тот подобрали не ту насадку в блендере использовали да не те лезвия проблема значит в чем здесь вы наверное подумайте да ладно это он просто делает для хайпа чтоб набрать подписчиков да и набрать просмотры это очень просто дорогие мои друзья на самом деле все гораздо прозаичнее проблема этого человека в том что скорее всего у него есть психическое заболевание которое еще не диагностировано и побочным эффектом и скажем проявлением этого заболевания психического является типичнейший бред это типичнейший бред который можно наверное охарактеризовать все-таки как бред ущерба потому что в его случае ущерб ему наносит государство какая-то группа людей которые постоянно делают постановки а вот он один это знает и он всех спасет и на фоне вот этих вот переживаний на фоне этих переживаний у него начинает остро развиваться бред бред это в самом простом смысле это расстройство расстройство мышления которое порождает возникновение несуществующих в реальности каких-то умозаключений представлений о чем-то в целом и здесь мы видели частный пример такой ситуации человек делает какие-то рассуждения и выводы якобы подкрепляя их логическими умозаключениями для него который кажется очень логичным что все самолеты при столкновении с землей должны фрагментироваться вот так как те которые вам показал хотя при этом он даже не удосужился прочитать каков там был характер столкновения с поверхностью земли не говоря о тех самолетах которые вообще разрушились уже на земле из-за того что не столкнулись с какими-то препятствиями не говоря тех самолетах которые разрушились на взлете и на посадке на маленьких скоростях соударения с поверхностью земли ему кажется это абсолютно логичным понимаете это самый явный признак бреда но самое то конечно интересное что тут как можете видеть вот включайте мозг спасибо за совет включил youtube заморозил просмотры продвижения ролика да и он здесь еще кстати по видео говорит у него вполне возможный бред преследования есть я не буду сейчас просто все смотреть можете посмотреть роликом в середине видео говорит о том что его преследует так что распространяйте лайкать это видео потому что так будет сложнее его то ли поймать то ли его арестовать когда много людей посмотрит это видео то есть он на полном серьезе думать что он раскрывает какую-то опасную правду его за это могут арестовать закрыть там фсб прям сейчас приедут на этом стриме его просто увезут оттуда поэтому ставьте лайк в общем я думаю все первый эксперт у нас оказался на поверку просто психически больным человеком поэтому шутить особо над ним я даже не вижу смысла это психбольной придурок ну а следующий у нас эксперт ну вы видите это наш друг просто другасик мой конечно же это максосик беляев человека возрасте порядка 35 лет с уровнем познаний пятилетнего ребенка большинстве областей человек до сих пор не может понять что такое построитель вертикали в авиагоризонте как работает гирополукомпас соответственно инерциальной системы у него возникают вопросы отсюда какая форма земли к чему ее можно приблизить хотя всем это в навигации давно известно но в общем вы это все прекрасно знаете один из самых известных плоскоземельцев максосик беляев последнее время перестал видео уже выпускать про плоскую землю потому что понятно у него никакой конкретной идеи нет он просто пытается зарабатывать бабки на ютубе и делает то на что у него хватает мозгов то есть обсасывает темы для умственно отсталых людей скорее всего таковым он сам и является но если сравнивать и умственные возможности юры конечно гироскопа то намного выше потому что этот человек делает все это чисто ради коммерции человек зарабатывает бабки конкретно и хайпится на всех абсолютно уже темах естественно у него здесь есть ряд экспертов с одним из них которого никнейм stranger как я помню и вы наверно помните столкнулся на стриме это человек который он по крайней мере его именует как штурман человек который имеет отношение к авиации штурман представляете штурман который со мной поговорил и обосрался как вы все помните не смог ответить на элементарный вопрос что такое широта ну то есть сильный штурман сразу можно определить вот здесь же на на стрим к нему но вот этого мы в расчет не берем вот этот экспертик тоже позиционирует себя как человека который имеет отношение к авиации то ли себе пилотом называть то ли тоже штурманом но это я не знаю мы сейчас определим я почему кстати вот хорошо олег я думаю что еще хорошо было бы стрэнджера потому но олег пилот так вот как бы то есть таких вот ребят хотелось бы конечно так но олег короче пилот это вот этот вот вот скорее всего вот он здесь будет сейчас рассказывать вот здесь у него начнется его рассказ давайте послушаем рассказ пилота плоскоземельного давайте кое-что он не мог быть держи на связь так давайте экспертная оценка плоскоземельного пилота служи катастроф как раз таки происходит на этапах либо взлета либо посадки невероятно поэтому тут тоже карточность куда в данном случае если самолет взлетает он еще не сильно набрал скорость но в любом случае он уже там был на эшвоне как говорят 7000 футов и что-то произошло раз экипаж перестал выходить на связь значит что-то произошло такое что он не мог быть уже на связь нет это значит что дело в том что когда происходит какая-то ситуация из которой нужно выходить первым делом выходит из этой ситуации то есть первым делом пилотируют решает проблему а потом уже связываются с кем-то и докладывают если есть смысл докладывать то есть что здесь удивительного я вообще не понимаю только лишь можно догадаться что человек вообще не имеет представления о том что из себя представляют полеты в принципе в гражданской авиации неважно военные что из себя представляет авиационные происшествия как нужно в этих ситуациях действовать у него нет элементарного понимания что первым делом руками делается что-то для того чтобы ситуацию исправить а уже затем нужно с кем-то связываться потому что никакой диспетчер тебя не спасет никогда это это не супермен или не бэтмен которого вызвали быть сигналом ну много факторов может быть связанных с этим да потеря сознания всего экипажа ну даже комментировать я не буду мгновенно причем но до обрыв всей системы вот этой радиопередающей обрыв все передающей радиосистемы я даже не знаю как я даже не знаю как это прокомментировать что там должно оборваться и как ну напишите в комментариях что он имел ввиду тут просто даже эту мысль я не могу развить это за грани моего понимания это просто это где-то дальше купола находится и границы плоской земли для того чтобы вот это вот объяснить как-то я просто даже не понимаю обрыв там ну просто комментариев нет случилось такое что не могли они связаться с диспетчерами то что диспетчер как вот уже передали радиосвязь немножечко там они вызывают их они молчат но по идее с 7000 футов если самолет падает и с экипажем все в порядке с радиосвязью все в порядке они должны предложить что у них что-то произошло и они падают но этого пока нету поэтому я не могу ничего судить что произошло там и то есть придурок не понимает что такое 7000 футов для него это какая-то невероятно большая высота почему-то ну есть чуть больше чуть больше чем 2000 метров наверное это получается где-то 200 если у нас 3000 футов это один километр приблизительно это где-то 2100 метров человек не представляет абсолютно но не имеет представления даже простейшей механики он не понимает что для самолета который летит со скоростью воздушной там допустим 500 километров в час приблизительно там все зависит нужно конкретно смотреть как там развивалась ситуация но на сайте mac уже написано что перед столкновением землей там приблизительно 800 километров в час была скорость естественно здесь нужно считать дифур для того чтобы понять за сколько он снизился с 2000 метров до приблизительно там с 1900 но это какие-то десятки секунд это десятки секунд почему за эти десятки секунд они должны кому-то что-то передавать когда нужно понять что там происходило на борту для этого нужен речевой самописец но это только в уме плоскоземельца может проходить какие-то там передачи разговоры с диспетчерами когда там нужно за десятки секунд исправлять ситуацию во первых они сами попали в эту ситуацию еще за десятки секунд они должны были понять что они ошиблись исправить там просто разговаривать с было некогда это было никому не нужно абсолютно допустим могли не пройти антиопределительную обработку изуляжа произошло обледенение в данных метео условиях и заклинили допустим рули что привело их к вот такому падению это так не надо еще раз может мне просто показалось антиопределительную обработку изуляжа произошло обледенение в данных метеоусловиях и заклинили допустим рули что привело их к вот такому падению так я даже не знаю с чего начать я даже не знаю с чего начать здесь у меня есть два документика но помимо того что уже абсолютно очевидно большинство моих подписчиков что данный человек к авиации вообще никакого отношения не имеет рассуждение на уровне домохозяйки которая любит посмотреть в прайм-тайм андре андрюшу малахова и какую-нибудь историю про очередную шурыгину потом она смотрит про какое-то авиационное происшествие рассуждает вот таким вот образом смотря на свою курицу в морозильнике которая лежит там полгода на которой нарос просто лед или вспоминая когда говорят об обледенении вспоминаю как она ходила в пятерочку дикси или магнит хотела купить какой-нибудь филе тилапии например или тунца в шоковой заморозке которые знаете в таком куске льда внутри заморожен можно так стучать об стол и услышать такие же звуки приблизительно как если вы будете стучать в голову вот это вот авиационного эксперта и естественно пилота плоскоземельного то есть уровень представления о том что из себя представляет обледенение приблизительно у четвероклассника 3 четверть приблизительно после диктанта домой пришел боится какой он получит оценку он думает что самолеты попадают такую же шоковую заморозку и поэтому управляющие поверхности планера перестают функционировать потому что просто напросто приводы которые приводят их движение не в состоянии разрушить такой лед после шоковой заморозки уровень познаний как я уже сказал приблизительно где-то домохозяйка или четвероклассник абсолютно не понимает что из себя представляет полет человек ну вот просто вообще не понимает он не понимает этого также как я не понимаю что из себя представляет подготовка в балете например поэтому я про балеты не рассказываю давайте начнем заключение межгосударственного авиационного комитета по катастрофе от р-72 вот здесь черным по белому написано существенное ухудшение аэродинамических характеристик самолета снижение коэффициента подъемной силы и увеличение коэффициента сопротивления значительное увеличение потребного угла атаки для набора высоты вследствие ну вот можете посмотреть в итоге что произошло что это означает теперь вот у нас есть такая книжечка специально для плоскоземельцев написано cold weather operations тут написано что нужно делать и как нужно обрабатывать самолет конкретно от р-72 случаях когда он будет пилотироваться в условиях когда возможно нарастание льда непосредственно на крыле и здесь нарисовано где происходит это нарастание льда вот здесь такой импровизированный профиль крыла специально для умственно отсталых плоскоземельцев нарисовано где происходит нарастание льда это на передняя кромка крыла то же самое касается и стабилизатор непосредственно вот здесь разрисован механизм образования льда фотографии как это выглядит но самое интересное нас конечно же интересуют графики для того чтобы вы могли понимать как лед влияет на аэродинамические характеристики крыла непосредственно главное несущей поверхностью которая формирует в ту самую подъемную силу за счет которой самолет летит и держится в воздухе написано protection systems вот где непосредственно работает противообледелительная система на самолете от р-72 то есть нагрев происходит передней кромки крыла и передней кромки стабилизатора это очень важно потому что это влияет на performance читаем раздел performance вот здесь у нас есть такие графики я сделаю покрупнее лифт подъемная сила при нарастании льда на передней кромке крыла вот здесь у нас написан коэффициент подъемной силы и угол атаки и мы видим что на крыле на котором нарастает лед на передней кромке снижается коэффициент подъемной силы ввиду того что такое крыло уже не может эффективно работать на тех углах атаки на которых может работать чистое крыло вот здесь написано клин а вот здесь написано айсет обледенелая передняя кромка крыла подразумевается вот здесь написано внизу и нарисовано вот что это из себя представляет у крыла у которого обтекание становится нерасчетным из-за изменения его профиля конкретно из-за нарастания льда вот в передней части на передней кромке крыла характеристики меняются прогнозировать их очень тяжело никаких замерзаний руля высоты никаких замерзаний или ронов их не существует в принципе потому что самолет это не рыба которая продается в дикси которая была подвержена шоковой заморозке понимаете это вам очевидные вещи ну просто очевидные вещи которые человек вот этот вот просто-напросто не знал в силу того что он плоскоземельные обосранец и ебучий долбайок просто-напросто ну да керосина нет трупов нет ну в общем вы поняли да и естественно на этом деле хайпанула вот продолжает выкладывать видео потому что понимает что он будет собирать просмотры этому долбайобу в принципе вообще насад чью его на его видео говорят у него все пилоты у него все, ну, в общем, вы видели мое видео, когда я рассказал, что я пилот и даже этот пилот подтверждил, что я пилот ну, потом, конечно, он начал писать в комментариях, что он все знал, но уровень его знаний мы с вами оценили, то есть это домохозяйка которая говорит, что он пилот у меня единственный, конечно, возникает вопрос о котором я говорил уже давно почему эти люди, вот непосредственно он, ну, вот видно же по голосу, что это не ребенок уже, да, что это даже не подросток что это взрослый мужик будем говорить так, сами все ставьте себе оценку и границы, там, кто взрослый, а кто нет зачем взрослому мужику приходить постоянно на стримы и говорить о том, что он пилот хотя никакого отношения к авиации он не имеет ну, просто человек не то, что не понимает вообще чисто в механике полета вообще ничего, он не понимает даже в таких элементарных вещах, что такое обледенение и как оно влияет вообще в целом на планер самолета и на его аэродинамические характеристики, в частности крыла то есть у человека нет абсолютно вообще понимания того, как летают самолеты он приходит на видео и постоянно заявляет, что он там какой-то пилот третий экспертик у нас, это называется канал вот регрессивный гипноз, инструмент или оружие вот можете видеть, подписчиков, кстати чуть больше, чем у меня вот вы можете видеть, сколько я видео на этом канале уже посмотрел перед тем, как записать это видео смысл канала в том, что два человека опять же, по голосу это взрослые мужики дальше вы услышите, ну такие, по крайней мере уже точно им не по 17 лет они разыграют сценки, якобы, что они вот общаются с Борисом Ельцином, с Березовским, с командиром А-148 с майором Филипповым, неделю назад они общались ну тут все есть, я даже не знаю, тут даже Задорнов есть за дни ряды, приготовьтесь, ну тупые почему я вот этот кадр выбрал, для того, чтобы вы видели, как себя, кем себя позиционирует этот человек прошу понять нас правильно, мы сами пилоты, прошедшие путь от Ан-2 до Боингов и Аэрбасов дальнейший текст наш, ну в общем вы поняли пилоты, как всегда, все очень серьезные эксперты обратите внимание, я, кстати, заметил, что очень много комментариев, женские никнеймы на канале на канале про разговоры с духами вот мы сейчас посмотрим несколько видео комментарии от женских аккаунтов, по крайней мере, они так называются вот Алиса Асеева, Татьяна Троевская, всем сострадаю Лора Софиенко, трудно подобрать слова вот Оксана, Наталья вот посмотрите, через раз фактически женские аккаунты Галина, все супер, я преклоняюсь перед вашими способностями домохозяйки, понимаете, которые смотрят битву экстрасенсов вот это вот все, они, конечно же, все здесь и для них это, безусловно, эксперты, которые могут вызывать духов ну мы начнем, вот допустим, с этого видео очень много я не буду уделять внимания этому каналу потому что очень много смотреть я основные моменты вам покажу, чтобы вы поняли что из себя представляют эти люди так, для тех, кстати, кто не понял в чем смысл видео вот здесь есть другие видеозаписи сейчас вам покажу вот это старые видеозаписи, 16 июня 2017 когда вот разговор Сочи, командир Волков потом, что здесь, разговор Сочи, второй пилот Александр Ровенский то есть вот человек лежит, у него накрыто лицо полотенцем это якобы тот, кто контактирует он уходит в мир мертвых, так называемый ну, естественно, все, что я сейчас говорю, это бред понятно, да? то есть два мужика сидят, разыграют сцену что они говорят с умершими мы сейчас не будем говорить про то, сколько времени в свое время сколько времени когда-то да, больше там 120, наверное, лет назад потратил на борьбу с этими меркобесами даже тот же самый Гарри Гудини который всех этих медиумов через хуй кидал естественно, приходил к ним прямо на их сеансы и просто-напросто их обоссывал из-за их тупости все вы это прекрасно знаете но, жаль, сейчас я не знаю из мира мертвых может он на нас смотрит шутка, конечно в гробу переворачивается бедный потому что он столько потратил сил для того, чтобы людям объяснить что это просто-напросто шарлатаны которые разводят лохов на бабки но, как видите история циклично прошло больше одного века новые лохи родились и эти лохи смотрят такие видео комментарии подробности в группе количество мест ограничено идет набору группы по гипнозу то есть они еще и платят вот этим вот уродам деньги скидывают им деньги на Яндекс кошелек и оставляют вот, посмотрите восторженные комментарии после этого ну, то есть лох не мамонт лох не вымрет значит, смысл в чем? лежит человек накрытый полотенцем шепотом разговаривает ну, не знаю он может для того, чтобы не напугать духов шепотом разговаривает якобы через него с нами общаться могут также духи то есть он может как сам наблюдать какие-то ситуации которые произошли якобы в 3D, скорее всего и даже в цвете может быть 4K или Full HD это я уже не знаю такие технические нюансы мало того, что он все это наблюдает он еще и может посредством своих голосовых связок излагать как бы мысли и передавать слова умерших Сталина, Гитлера, майора Волкова там, не важно абсолютно вашей бабки и смысл в том, что на всех видео раньше вот он лежал вот так вот прикрытый полотенцем а это, наверное, для конспирации сделано, чтобы, естественно федеральная служба безопасности не раскрыла этих людей вот и последствия они уже стали выкладывать фотографии то есть перестали снимать ну потому что поняли зачем тратить еще место на жестком диске дисковое пространство когда можно просто записывать голос и вот такие картинки вставлять и в принципе отдача по 150 тысяч просмотров ну все то же самое поэтому давайте уже особо слушаться не будем просто послушаем значит первое, с чем мы начнем это вот на канале три видео непосредственно посвящены катастрофе АН-148 вот первая была 11-го числа потом была 13-го вроде числа насколько я помню и вот это вот тоже уже выложили после того, как Межгосударственный авиационный комитет уже написал на своей странице предварительные предварительные результаты расшифровки параметрического самописца да, а не включение ППД я вам скажу сразу вот в первом вот в этом видео которое было 11-го числа дух ничего не смог поведать убиенных ну дух мертвых дух мертвых правильно, их же не убивали они сами себя убили дух людей, которые пилотировали этот самолет командира второго пилота я сразу спойлерну не смог поведать что произошло но оно и понятно здесь это объясняется тем что духи просто в шоке понимаете духи душа вышла она еще не понимает что произошло она и не может объяснить произошедшее но мы можем заметить что духи стали более разговорчивые вот здесь вот после того, как уже естественно Межгосударственный авиационный комитет рассказал о том что произошло на борту вот дух командира уже рассказал о невключенном обогреве ППД ну в общем это конечно же совпадение связано это с тем что духом просто страшно было рассказывать что-то ну давайте послушаем хорошо дальнейшее действие экипажа первый разворот ну просто нереально конечно как я мог это узнать без гипноза хотя я мог это увидеть по флайт-радару ну то есть комментарии излишния думаю так конкретно пожар левого двигателя пожар левого двигателя да так пожар левого двигателя действие экипажа понятно что потом о пожаре естественно пришлось им еще говорить выпустил вот это вот видео потом этот обмудон фильм номер 29 от автора ответа на грубый комментарий где ему написали что никакого пожара не было и знаете что он там сказал ну сами можете посмотреть он сказал что мы здесь ничего не придумываем мы лишь транслируем то что сказали духи а духи не врут 30 секунд до падения слипер возвращает картину назад выходит из самолета самолет выходит из облаков ты помещаешься слева от самолета оцени состояние двигателя со стороны ты висишь рядом с самолетом 1,2,3 30 секунд до падения самолета момент выхода из облаков состояние двигателя реально пожар или нет горит 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 левый двигатель пламя сильное да конечно но понятное дело что они ничего не могли знать 11 числа эти два идиоты им пришлось придумать какой-то помпаж двигателя который у них в очке видимо произошел просто комментариев нет естественно они мы могли раскрыть тайну произошедшего если бы им сказали это духи и здесь я вам сейчас покажу один момент что сказал дух так вот слушаем тот момент по счету 123 перенесись в кабину и оцени мне пожалуйста в риометр вертикальное снижение какое было то есть почему об этом люди так говорят потому что 11 числа для того что был хайп естественно нужно было записать видео не скорее всего не посмотрели ни одной фотографии ни одного видео с места происшествия там с квадрокоптер это вроде появилась там только к вечеру скорее всего насколько я помню или следующим утром только уже появилась 12 числа насколько я помню естественно они не могли даже посмотреть на характер разброса фрагментов планера и любому дауну даже самому такому медиуму умственно отсталом было бы понятно что никаких 10 метров в секунду там не было о чем потом и написал маг что скорость вертикальная там было ого-го считать я конечно сейчас и не буду но учитывая что с тангажом там 35 вроде градусов со скоростью 800 км в час ну там 10 метров в секунду просто не может быть вообще никак потому что с 10 метров в секунду может с вами посмотрели видео посмотрели фотографии что бывает самолетами если не со скоростью 10 метров в секунду встречается поверхностью земли там крупная фрагментация планера здесь же он разлетелся просто в дребезги это говорит о том что ну какие то могут быть вообще 10 метров в секунду но естественно это не вдомек не вдомек медиумом понятное дело но может быть духи то откроет все Таки когда они уже пообщаются с духами Духи может раскроет тайну нам 10 метров в секунду Понятно Скорость Курс можешь увидеть? Да, ну тут конечно комментарии я думаю излишни По поводу скорости 160 Что-то вообще не работает Слипер абсолютно Может он просто в цифрах не разбирается Скорее всего в кабине О каких 160 км в час и 10 метров в секунду Может быть идти вообще речь Но это просто, я не знаю Это такая бредятина Ну люди не читали просто Понятное дело Мак еще 11 числа ничего не написал Они не читали Приходится выдумывать какие-то скоростные параметры Которые вообще не соответствуют реальности в целом И дальше мы еще по другим видео посмотрим Что эти люди вообще в принципе понимают в авиации в целом И в том как самолеты летают Сейчас найди мне капитана воздушного судна 1, 2, 3 Так, момент истины Что скажет капитан? А где он? Капитан воздушного судна Ты его нашел? Нашел Что наверху смотреть на все случившееся Вверху, подойди к нему Подошел? Так, скажи пожалуйста капитан Как к тебе обратиться можно? Как тебя звать? У нас нет информации Не разговаривает Не разговаривает вообще? Вообще он не понимает что происходит Так капитан Обращается к тебе слипер контактер Пожалуйста на наши вопросы ответь Не пугайся Ты видишь слипера контактера с земли Через гипнолога работаем Он перед тобой в форме гражданского пилота Ответы пожалуйста дай мне Поговори с нами Нормально? Успокойся, поговори Я понимаю что ты не совсем въезжаешь Что произошло? Мы посмотрели как ты все сделал Ты сделал все правильно Еще раз повтори твои действия Понять вообще ничего Скажи пожалуйста как тебя звать? Как тебе обращаться? Он мне говорит командиру иди нахуй Не мешай Просто иди нахуй не мешай Ну понятно в общем Люди ничего не знали о том Что произошло конкретно Потому что Мак еще ничего не сказал Приходилось вот разыгрывать сценку 26 минут С абсолютно какими-то непонятными Неконкретными Которые не имеют отношения к реальности Цифрами Так давайте посмотрим Что нам рассказывает Второй пилот Самолета Ту-154 Сочи 85-572 Допрос его И тут очень интересные данные Просто Которые открывают глаза На уровень профессионализма Естественно духов Духов конечно Может просто вызвали не того духа Я же не разбираюсь в этом Не было в планах Вам перенастройку частот Пришлось Производить И полностью перестраивать маршрут Перенастройку частот Вам Пришлось Производить Ну во первых На самолете Ту-154 Есть штурман Который этим занимается Люди которые непосредственно Находятся за штурвалами Это командир и второй пилот Этим занимается на самолете Ту-154 Очень редко Для этого там между ними Сидит штурман Который все это делает Кому вам Я абсолютно не понимаю И эта процедура Занимает Ну приблизительно полминуты Для того чтобы на РК-1 На РК-2 Перестроить частоты И там настроиться На вор-маяк Другой Ну просто Это элементарные вещи В чем здесь могут быть проблемы Я вообще не понимаю Перенастройка частот Это знаете Рассчитано на вот этих домохозяек Которые думают Что там Стоит такой радиоприемник Большой наверное радиоприемник Или нет Там стоит осциллограф Осциллограф Который снимает Просто чистоту И такая просто Кривая Среди которой нужно найти Найти нужную чистоту И настроить ее Это просто нереально Сложная процедура Да я психовал Ты психовал А почему ты психовал Ты же пилот И что Ты тоже пилот А ну Это точно Мы уже сейчас определимся Кто здесь Какой пилот А Натерить начал Что Материть начал Он меня Командир Командир тебя материть начал Хорошо Дальше За что Я вообще что-то не понял За что его вообще материть Я просто не понимаю Тут логику кто-нибудь улавливает Вообще Карта контрольных проверок читалась Нет Карта Очень интересная мантра Ну просто супер Для дебилов Ну ладно Чего что сказать Контрольных проверок не читалась Хорошо Вы вышли на рулежку С рулежки на полосу С рулежки на полосу С рулежки на полосу Я думал с рулежки сразу в ад Или сразу с рулежки в черное море Ну просто нереально Ну видит картину как есть Просто слипер Я Ну просто это Как можно обладать такими знаниями Что это вообще за технологии Которые позволяют понять Что после рулежки Попали на ВПП Просто нереально Подскажешь место Начало старта Ну это что было Начало полосы Или все таки ОТРД От ОТРД Практически пошли Так От ОТРД мы практически Сшли Открываем Джепсон ЮРСС Сочинский аэропорт Ладлери Вот у нас его схема Давайте рассмотрим Конкретно Откуда здесь Влетают самолеты Я вот так увеличу Специально для слепых Давайте посмотрим Значит Задает вопрос человек Который вообще не понимает Где там находится ОТРД И где там Какие находятся полосы Вот вопрос Да У человека Взлетали от ОТРД Или взлетали от начала полосы Ну давайте посмотрим Вот у нас две полосы Оба начала И везде здесь есть ОТРД То есть здесь от начала полосы Допустим Взлетали Вот она ОТРД И здесь от начала полосы Взлетали Вот она ОТРД Такой вопрос может задавать Только идиот Который не смотрел Карту даже Джепсон Этого порта Не представляет Как там расположены полосы И где там какие ОТРД Понимаете То есть это может говорить Только полнейший имбецил Ну полнейший идиот Который даже не удосужился перед этим цирком посмотреть, где там какие вообще РД. Вы пошли от РД. Ну, понятно, по-другому там невозможно. Понятно. А когда закрылки выпускать стали? Не помню момента, да. Ну, это было на взлете или нет? Я, говорит, не помню, когда закрылки стали выпускать. Ну, это просто вообще... Ну, я даже не знаю, как это комментировать. Нет, на взлете. Забыл просто когда? На взлете. Кто пилотировал самолет? Так, вот здесь начинается самое интересное. Давайте еще раз промотаем, а то я перебил его. Ты пилотировал самолет. А что делал Волков? Контролировал. Контролировал. Хорошо. Ты поднимаешь стойку, скорость. 210. Так, ну, все вы прекрасно услышали, как расписались уже в своей компетентности окончательно люди, которые, как вы смотрели в самом начале обзор на этих экспертов, прошли все самолеты от Ан-2 до Аэрбасов. И вы здесь слышите, как второй пилот, дух второго пилота сообщает нам, что он поднимает переднюю стойку на самолете Ту-154Б полностью загруженным на скорости 210 км в час. Давайте дальше послушаем, что он говорит. 210. Ты стойку поднял на 210? Да. Ну, ладно, хорошо. А отрыв произошел на какой скорости? 220, мы же оторвались. 220 км в час самолет Ту-154Б с его стреловидностью крыла, но это уже, конечно, такие моменты из аэродинамики, которые, в принципе, не обязательно знать. На скорости 220 км в час, значит, у нас отрывается самолет Ту-154. Практическая аэродинамика самолета Ту-154Б и Ту-154М для переучивания экипажей, методическая разработка Санкт-Петербург-95, Министерство транспорта Российской Федерации, Департамент воздушного транспорта, Академия гражданской авиации. Вот у нас табличка характерной скорости полета самолета Ту-154Б. Я сейчас вот так вот увеличу просто, для того, чтобы вам было наглядно заметно. Вот у нас положение закрылков 15 градусов, 28 или 0. У нас есть V-Rotate, то есть, это скорость, на которой поднимается передняя стойка и V-2, это скорость отрыва. То есть, здесь все уже рассчитано специально для экипажей, для того, чтобы они знали и просто как отчинаш выучили эти скорости. То есть, вы не можете летать на этом самолете, если вы не знаете эту таблицу. Вы прекрасно знаете, во-первых, перед тем, как вы переучиваетесь на этот тип, потому что вы учите конкретно эту таблицу. А во-вторых, вы уже за время эксплуатации полетов прекрасно знаете. Просто у вас в крови уже эти значения абсолютно. Вот моего батю, например, ночью разбуди, и он скажет, на какой скорости и при каких взлетных массах отрывается самолет X-42, на котором он летал. Дух же у нас, вероятно, не знает. Давайте посмотрим значение для закрылков 28 градусов и взлетную массу смотрим. Вот у нас это 98, 100, 94, 96 тонн. Смотрим, 96 тонн. При закрылках 28 градусов 96 тонн. Подъем передней стойки 267 километров в час, отрыв 277. Скорость 210 подъема передней стойки у этого самолета вообще отсутствует. Если мы посмотрим минимальную взлетную массу с закрылками 28 градусов, то переднюю стойку самолет поднимает на скорости 221, отрывается на скорости 237. То есть 70 тонн это фактически пустой самолет вообще. Так они не летают никогда с такой загрузкой. Вот отсюда есть смысл начинать смотреть. Но в любом случае скорости 210 скорости 210 на взлете у этого самолета просто нет в этой таблице. Абсолютно вообще. Понимаете? Может я конечно не умею связываться с духами и тот кто писал руководство полетной эксплуатации к самолету Ту-154Б для переучивания экипажей практическая аэродинамика. Они скорее всего с духами не общались и они на самом деле не знают на каких скоростях отрывается этот самолет. Но нести такую бредятину может только полный дебил который вообще ничего не понимает абсолютно в самолете Ту-154 и в целом в авиации если он думает что самолет с такой стреловидностью крыла как самолет Ту-154 может вообще отрываться на скорости 220 с загрузкой 95 тонн с максимальной. Это просто нереально. Он на этой скорости вообще не может отрываться от ВПП он на этой скорости еще едет просто по ней но это просто полный опсер полный опсер ну давайте послушаем дальше можно ли обосраться еще сильнее 220 ну вот теперь расскажи что с самолетом стало происходить начало валить вправо валить вправо начало хорошо идет дальнейший набор я дал правую педаль ты дал правую педаль потом потянулся за крылки так зачем вообще почему самолет начало валить вправо я вообще не понимаю ну наверное потому что как вообще самолет может валить вправо на скорости 220 если он еще едет по ВПП в этот момент самолет Ту-154 потому что он такой скоростью он оторваться от ВПП не может мы это с вами уже выяснили почему он начал валить вправо но я не знаю чем это может обуславливаться абсолютно может за край земли стал заваливаться правая стойка за край земли укатилась и начал валиться самолет туда только такая может быть причина и дальше вот послушайте что он говорит мало того что он зачем-то дал какую-то педаль вправо для чего если самолет валится вправо зачем педаль вправо давать ну это просто вообще к чему это но самое главное что он говорит я потянулся убирать закрылки давайте послушаем дальше что ты сперва сделал закрылки или шасси я перепутал так ну в общем вы поняли полнейшие мракобесы даже несмотря на то что видео было выложено аж 28 июня 2017 года прошло уже больше чем полгода после авиационного происшествия ну фактически полгода за эти полгода можно было прочитать всю литературу по самолету Ту-154 можно было посмотреть видео как происходит взлет на самолете Ту-154 и можно было уже выучить полностью технологию работы экипажа в самолете Ту-154 непосредственно и я вам сейчас дорогие мои друзья открою секрет а секрет этот состоит в том что дух мало того что не знает скорости на которых самолет Ту-154 может лететь и на которых он отрывается от ВПП так дух еще и не имеет представления о том в современной даже гражданской авиации где два только члены экипажа благодаря автоматизации что касается конкретно самолета Ту-154 я сейчас даже не буду вам показывать книжки где описано то как происходит вообще технология работы экипажа и методика работы экипажа и как там распределяются обязанности но если кто-то из вас не знал что пилотирующий конкретно кто осуществляет активное пилотирование чтобы вам было понятно тот кто держится за штурвал он свои руки от штурвала на самолете Ту-154 не убирает если он пилотирует то он только пилотирует самолет он не убирает ни механизацию не работает с ней не убирает шасси это все делают другие члены экипажа потому что их здесь четверо давайте посмотрим как это происходит на видео вот у нас взлет взлет разрешаю 633 смотрим что происходит не очень хорошее видео тут конечно не совсем хорошо видно вот он часы включил на взлете вот обратите внимание сейчас вы увидите кто у нас будет пилотировать вот мы уже видим на этом кадре как крепко держится за штурвал двумя руками командир воздушного судна именно он и будет осуществлять взлеты и активное пилотирование смотрим вот вы можете видеть крепко держится за штурвал командир который будет осуществлять пилотирование второй пилот просто держит руки на штурвале ну так для красоты ну потому что куда их здесь еще положить на штурвал это абсолютно логично вот у них уже режимчик 9.5 да приблизительно вот посмотрите рубеж 240 это рубеж принятия решения ну вот можете обратить внимание что на скорости 220 ну то 154 не летит и никто никакую стойку не поднимает как же так я не знаю но может все таки вызвали не того духа все таки остается еще шанс что вызвали не того духа 240 рубеж рубеж продолжаем взлет и сразу же после V1 это рассчитанный рубеж после которого еще можно прервать взлет я думаю ну все вы это прекрасно зряете следующая скорость это V-Rotate скорость VR то есть после которой после команды достижения этой скорости поднимают переднюю стойку и фактически там через 10 км в час самолет уже начинает лететь вот он отрыв шасси убрать команда и второй пилот вот видите тянет руку и убирает шасси командирует командует командир воздушного судна который непосредственно осуществляет пилотирование он сидит сейчас слева и как видите у второго пилота руки свободны и он занимается тем что он убирает шасси фары убрать командует непосредственно командир тем что уборка фар уборка шасси команды исходят от человека который пилотирует непосредственно это командир воздушного судна ему помогают штурман и помогает второй пилот он ничем другим кроме как пилотированием не занимается это стандартная работа и техника технология работы экипажа распределения обязанностей это написано кровью это элементарные вещи которые вероятно не знал дух в принципе что еще можно сказать по этому каналу ну мало того что люди несут откровенную ахинею они не понимают элементарных вещей которые связаны с авиацией абсолютно то есть не представляют вообще даже не удосужились если вы делаете какую-то постановку вы хотя бы прочитайте документы которые лежат в общем доступе прочитайте скорость посмотрите схему Джепсон порта для того чтобы не рассказывать истории про разгоны от РД или не РД потому что можно в любом случае разгоняться только от РД самолет Ту-154Б на скорости 210 км в час никакую стойку не поднимает и на скорости 220 он не летит ваш дух пиздобол я не буду рассматривать сейчас все видео которые есть на этом канале потому что например вот что касается видео про майора Филиппова там он рассказывает дух майора Филиппова рассказывает про то что загорелся левый двигатель хотя если вы посмотрите видео они уже есть и по-моему в моем ролике про Су-25 сбитый СМ в Сирии там прекрасно видео видно что горит правый двигатель то есть дух опять ошибся в элементарных вещах ну дух может быть перепутал левый и правый или я не знаю может в мире душ это лево это право а право это лево тут уже вам виднее понятное дело что разыгрывать очень легко какие-то сценки вот с такими людьми как Задорнов откровенно или такими как Немцов который говорил что он ходит под гусдепом на этом канале ну и всякую остальную чушь как только заходит до каких-то технических деталей видно что эти люди абсолютно не понимают вообще о чем они говорят ну просто полная бредятина в каждом вот из таких видео можете сами их посмотреть что касается авиации тут у нас и Боря Ельцин есть полный ссанный бред вообще сраных дебилов абсолютно которые несут какую-то хуйню и что уже подходя к концу что я могу сказать ну во-первых дорогие мои друзья распространите это видео потому что я все-таки до сих пор продолжаю верить в то что вот нас уже 12 тысяч человек и мы сможем понимаете рано или поздно нас мало нас мало но мы сильны мы сможем победить мракобесие на Ютубе распространите это видео поставьте лайк для того чтобы эти обсосы могли посмотреть какие они тупые и это видео обязательно должно дойти хотя бы до части их подписчиков которые конечно являются полностью промытыми идиотами умственно отсталыми домохозяйками по совместительству потому что вы можете видеть что здесь очень много комментариев вот женских именно видите Марина там и так далее Марина Екатерина то есть Ирина вот видите крещение Руси ну то есть нет ничего удивительного в том что женщины подвержены больше влиянию вот такого вот дерьма конспирологического астрологии там гадалок и так далее они составляют вообще основной контингент вот такого контента как в цифровом виде так и в аналоговом да что касается различных значит гадалок и прочего это вообще не удивительно я думаю это не открытие ни для кого но тем не менее здесь есть и лица мужского пола как я понял и все они верят абсолютно в эту чушь потому что мозгов у них не хватает даже проверить ту информацию которую здесь дают якобы выдают за рассказы каких-то духов естественно если вы начинаете предъявлять этому человеку он говорит лишь что ну это сказал так духа а дух врать не может понятно да какая у него линия защиты так что я думаю я все сказал не слушайте всяких долбоебов учитесь здравомыслить используйте источники которые доступны сегодня в сети интернет читайте литературу и самое главное никогда не поднимайте стойку на ТУ-154 на скорости 210 км в час всего доброго до сих пор